Здравствуйте, друзья! С вами снова Андрей Вельгаш, компания «Окно в Лондон». Сегодня у нас 10 января 2017 года. Начался наш второй учебный триместр. Олежка уже вернулся с каникул. Я вернулся буквально 3 дня назад. Видео записать не было возможности. Вот сейчас у нас будет первый видеоролик после каникул. Мы разговаривали по телефону несколько раз. Настроение боевое. Хорошо, говорит, отдохнул. Дождаться не мог, пока вернусь. И в том же духе. Все в том же духе. Уже начались у него были первые 2 учебных дня. Сегодня третий, получается. Рад, что, говорит, что ничего не забыл даже больше. Что-то он там даже готовился на каникулах. Приехал. Первые уроки прошли на ура. Все он там отвечает. По математике все отлично. По экономике берут новую тему. Опять же, как и прежняя тема, она идет повторение того, что мы учили в прошлом году, но уже на более глубоком уровне. Ну и благо он то, что мы учили в прошлом году, помнит. Кое-что помнит. И сейчас ему уже приятно, что когда берут новую тему, он уже что-то знает и потом на ходу подхватывает. И развивает уже свои знания. Углубляет, а не учится сначала. Так что сейчас с ним поговорим. Мне звонил только что, у него день закончился. Сейчас все узнаем о его каникулах, в двух словах, о его начале учебы и настроении. Так что не переключайтесь. Привет. Здрасте. Здрасте. Я давно тебя не видел. Я вижу, ты своим любимым, как называется? Да. Молодец. Ну давай, в двух словах, расскажи нам сначала своих каникулах, вот так, в общих чертах. Как ты? Отдохнул хорошо? Ну, в принципе, вполне, да, хватило мне то, что нужно. Ну, ты вот прям помнишь, как ты уже, когда мы шли к концу прошлого терма, ты уже прям, ну, ты уже тяготился этими, дни считал. То есть тебе хватило этого времени, то есть перезарядиться, то есть ты почувствовал прям, что вот, набрался снова сил и опять готов к такому же объему работы, да? Да. Ну, молодец. Эти домашние задания, ну, то есть задания, на которые на каникулы делали, ты говорил, все, как мы с тобой договаривались, сначала сделал, потом отдыхал, правильно? Первый день. Молодец. Что ты не весел сегодня? Ты сегодня что-то... Да нет, просто очень много задали, я устал, но сегодня делал, сидел, сейчас еще продолжать буду просто. А, я думал, ты в общем что-то случилось, сейчас к этому перейдем. Ну и как в первые учебные дни? Все, все? Все. Хорошо, ты доволен. Чуть я тоже доволен. Отлично. И что у вас сегодня, что у вас нового? Начали уже новые темы, или вы как бы рехабс, ну, повторение старого закончили, или пришли уже к новым темам? По экономике пока на старой, по математике, по новой теме перешли мы. Какая сейчас тема? И новая тема у нас, но у нас новые учители просто. Мы даже проходим дифференциейшн. А ты мне рассказывал по телефону, то есть, а преподаватель, которого сейчас поставили, он будет с вами постоянно, или он только пока не найдут другого? Постоянно, да, все. А, ну то есть, ты как бы счастлив, то есть, он намного лучше, чем предыдущий преподаватель. Да, он больше. Ну, отлично. Это тот, который вот, замдиректора, который рассказывал нам о компьютерной системе, да, онлайн-системе. Это он? Да. Ну, отлично. Ну, он такой мужик. Он, кстати, участвовал летом, когда у нас эта вот заминка была с твоими экзаменами, когда я гонял в школу просить их, чтобы они нам дали снисхождение, то он, была директор, и он там был, и он как бы внес посильную лепту в это, то есть, как бы, последнее слово было чуть ли не за ним, то есть, директор позвала за ним, и он тогда вот эту всю историю, давайте будем убрать, пускай пересдает по ходу обучения, это, это как бы его идея, так что, в принципе, он ее довел, он как бы там рассказал о реальных, как бы, примерах из его предыдущей практики, что у него были такие, так что можешь сказать ему, ну, как бы, не надо ему говорить, но помни, что его, он, он все знает с самого начала, вот ему нужно себя продемонстрировать прямо с самой лучшей стороны, что он, он не должен пожалеть о том, что он сделал правильное решение, принял правильное решение, правильно? Олешка, ты вообще какой-то не это? Ну, я говорю, устал просто, учеба только началась, это как будто, учеба только началась, это как будто уже в конце триместра. Ну, да, я не высыпаюсь опять. А почему ты не высыпаешься? Что-то поздно сижу, занимаюсь. Ну, ты как занимаешься, Магомы с тобой говорили? Ты ставишь задачи, пока не выполнишь, не сидишь, или ты прям себе временные рамки поставил, сидишь по часам? Нет. Ну, поэтому, почему я тогда заканчиваю так поздно? Потому что у меня нет рамок. Ну, мы вчера с тобой говорили по телефону, ты мешал, что у тебя там всего ничего осталось. Большую часть ты делал на этом. И почему ты съел дома? Ну, мы с тобой говорили, например, в такое же время вчера. Ну, и что, ну, это не вчера. Ну, ты говоришь, что не высыпаешься. То есть, с вчерашнего дня на сегодня ты выспался? Да, выспался. Олег, я волнуюсь. Мне надо делать такое лицо, как будто я уже надоел. Да, я говорю, все нормально, все нормально. Ну, что нормально? Если ты вчера... Пожаловайся. Ничего не жаловайся. Сдря я вообще это сказал. Давайте забудем про это. Все хорошо у меня. Нормально я высыпаюсь, у меня всего хватает. Если ты с чем-то не успеваешь, первый, кому ты должен об этом сказать, это кто? Ну, там, я думаю. Если у тебя какие-то проблемы, если что-то тебе не получается, по любому из этих предметов, ты должен мне в первую очередь сказать. Я для этого и тебе звоню каждый день, и для этого я есть, чтобы помочь тебе. Я тебе не буду критиковать, заставлять и так далее. То есть, мы с тобой договорились. В этом году я тебе помогаю. Поэтому я тебе прошу присылать мне образцы тех работ, которые ты выполняешь. Если что, я тебе помог. Можешь тебе быстрее закончить, быстрее пойдешь спать. То есть, наоборот. Иначе, как ты уже в прошлом году со мной сидел дольше, я тебя заставлял учиться дольше. Сейчас у нас все это по плану, и наоборот я помогу, быстрее пойдешь. Договорились? Окей. Из тебя какой-то вот, ты на чем-то, как говорится, забуксовал, что-то у тебя не получается. Уперся. И набери лучше меня, и мы вместе это разберем быстрее. Понимаешь? И ты быстрее пойдешь спать. Договорились? Угу. Не забудь. И не это. Окей. Не надо мне так страдающих глаз, что ты устал. В начале триместра. Ты должен быть веселым и полным энергией. Что сел? Какая тема по математике? Как называется? Ну. Дефрентриэйшн, так называется. Просто мы еще будем задачи проходить ее. А, я понял. Ты дневник заполнил сегодня? Написано, что это завтра, надо делать на завтра. Вышли, мне ты не весовала еще. По экономике что сегодня было? Ничего, просто проходили так, старый рекап делали. Да. Ну, а о чем ты сейчас проходил сегодня? Ну, экономику со скейл. Все хорошо? Все помнишь? У нас сегодня, кстати, мало нороков было, что Advantage очень большой. Я отвечал на нороков и сидел. А почему люди не ходят? Болеют, что ли? Вроде же не ходят. Сегодня вообще непонятно, что. Мало людей как-то пришло, вообще не знаю, что. Ну, ничего. Ну, как бы. Или бы у них все было хорошо, а то, что... То, что у тебя есть возможность больше отвечать, это хорошо. Хорошо. А по азики? По исти тоже она довольна. Я и сочинения прошу мне писать отдельно, как бы я. Создание у меня прошу, но сочинения большие писать. Ну, точнее, просил. Вот последние несколько дней. Вот хорошо я их писал. Олег, вот только честно. Вот ты сам просил или это было какой-то каким-то... Я вчера... Потому что 5 минут сказал, чтобы она мне в понедельник еще отдала сочинения, и она мне дала и хорошо написала, сегодня сдал. Хорошо. Потому что мне сигнала не поступала, я надеюсь, что так и есть. Помню, что ты один раз мне там сказал, что ты добровольно пошел что-то там делать. Оказалось, что это было одним из видов взысканий. Это не так? Да нет, я и сказал, что давайте в понедельник отдать еще, он сказал, окей. Хорошо. А за какое сочинение, какая тема? Что тебе-то вам понравилось? Так. Ну, это... Transcription, Transition Errors, потом еще Verification and Validation Errors. Ну, Checks. Это когда... Это когда... Ну, все, что я об этом знаю, это когда компьютер запрашивает... Подтвердите... Хотите ли это сделать? Это что-то вроде того, нет? Нет. А что это? Ну, это автоматическая проверка компьютера, системы. Ага. И еще проверяется потом, когда сами людьми... Ну, я, например, уже понимаю, так как... То есть автоматом программа проверяет там, все ли работает, допустим, че сайт. Ну, я знаю, только есть программа, которая... Ну, заказывает, что будет онлайн, вот она проверяет, как бы, допустим, имя, фамилия. Там разные, там, номер правильно ввели, или все такое. Ну, это вот, привет привожу. Угу. Адрес там. Ну, давай, давай, а то мне скоро нужно будет по сайту кое-что делать. Быстрее учись. Угу. Ну, тебе нравится? Ну, то есть все как договаривались, айсети, твой любимый предмет, и ты доволен, да? Да. Ну, отлично. Я не знаю. На завтра что задали? На завтра взял от асети математику. И по асети вот это сочинение ты уже написал? А, ты взял сочинение вчера, ну, а из... Я практически асети, кстати, сегодня сделал. Я сейчас сидел на пятом периоде, делал мне фри-период был. Вышли мне это сочинение? Вышли мне это сочинение? Хорошо? Ну, что? Я просто хочу подчинять. Какое? Ну, ты, который ты взял. В смысле, я ничего не брал? Ну, как? Дополнительное сочинение, что мне говорили, что дополнительное сочинение нельзя написать. Ну, в пятницу на понедельник, и с понедельника на вторник. А, то, что оно и вчера говорили. Я понял, я думаю, там что-то еще. А, с... Не давали вчера уже, все. А, назад то что нужно сделать? Ну, завтра нужно сделать некоторые асети, ази там по асети компонентам некоторым. И, в принципе, так. Да, и все. Понятно. Ну, то есть, понятно, что мне лично, как бы, асети, для меня это самый твой сложный предмет. Математский, по экономике я понимаю, в принципе, все. Асети у меня, говорю, очень базовые. Ну, я как бы, она говорит, что все хорошо, и я этому очень рад. Хорошо, тогда сейчас что? Пришли мне тогда задания на завтра. Угу. Фотографируй мне дневник. А по экономике ничего не задавали? Нет. Понятно. Хорошо. Математский, фотографируй, и пришли мне решения, хорошо? Мне просто тоже нужно после... Мне тоже нужно после каникул сейчас... Восстановиться с занятиями, да. Да, то есть, я... Хорошо. Окей. Хорошо? Все? Да. А так все хорошо? Конечно. Когда в следующий раз в футбол играть? Не знаю. Чего? Не зовут больше? Ну, я не знаю. Пока не... Наверное, в субботу. Ну, это больше как recreation. Ты мне обещал, что в этом терме будешь три раза в неделю делать, заниматься каким-нибудь спортом, физкультурой. Да. Ну, вот, два дня прошло. Чем ты занимался? Ничего. Олеш, вот я понял, раз в субботу у тебя футбол, да смотри, четверг, вторник, давай сегодня вторник сходи, не знаю, пробеги. В среду, да, и субботу можно. Ну, че можно, Олеш, ну, сделай себе привычку, ну, ты же в прошлом году так занимался спортом регулярно. Тебе сейчас очень полезно. Ты сейчас растешь, плюс. Плюс головой много думаешь. Будет приятный с полезным. И для организма хорошо, и голову прочищает. Пробеги пару кружков. Ну, в среду, говорю, буду завтра. А ты не хочешь какую-то секцию записаться там? Нет. Ну, хотя бы, не знаю, в какой-то джим там пойти, что-нибудь, ну, хотя бы что-то, что-то. Ну, в среду я буду ходить, и все, достаточно. Ну, чтобы было хотя бы какой-то, ну, заинтересованность в этом, не просто там пошел-не пошел, чтобы была какая-то команда, либо что-то. Да нет, нет. Мне все равно хватать будет, говорю. А в среду ты чем будешь заниматься? Бадминтоном. Серьезно ли ты так пошутил? Да я не знаю, может быть, чем бадминтон, баскетболт, там я все делаю. Халявщик, понимаешь, когда я учился в университете, в первом образовании, можно было вместо того, чтобы ходить на физкультуру, можно записаться в секцию. И самые такие халявщики, они бежали в секцию бадминтона, потому что это была одна из самых легких секций. И они там числились, там, не знаю, два раза ходили, не знаю, в неделю или в месяц, но зато они считались спортсменами. Поэтому они были освобождены от посещения обязательных прохожих скультур. И сейчас ты мне напоминаешь точно такого же спортсмена. Нет. Ну как нет? Ну что за бадминтон? У нас-то с китайцами есть. Ну с китайцами, в принципе, в бадминтон играть сложно. Я как-то видел пару раз, ну, эти соревнования, там бадминтон у них другое дело. Или там просто, а, там просто, там девочек больше всего, да, на бадминтоне. Не, Бориса. А твои оба опять там? Ну, Олег, ну давай, ну, а какие у вас сейчас секции? Что тебя еще интересует? А на этот, ну, не знаю, рок-лайбинг? Да я на все хожу, говорю же, завтра такой будет. Ну давай мы сделаем с тобой в себе привычку. То есть вот закон выработаешь. Сейчас пока у тебя есть такая возможность. Да, хорошо. Но я не могу тебя за руку отвезти. Я тебе могу только советовать. Я тебе говорю, я сейчас жалею, что в твоем возрасте. Ну я ходил, конечно, занимался, но как-то вот у меня постоянно, я с одного на другое прыгаю, как ты. И теперь жалеешь, что ничем не занимался, менее, более стабильно. Да, у меня хорошо, говорю, и все. Ладно, я буду тебя грузить на первый раз. Вон поговорим по телефону, расскажешь мне, что тебе хорошо. Тебе не скажешь, что тебе хорошо. Такой, как будто ты уже год не отдыхал. А не как парень, который вернулся с каникул. Да, в режим просто потихоньку перехожу. Я же там вообще просыпался поздно-поздно. Ну, это другое дело. Тогда да. Хорошо, подумай, хорошо. Подумай над физкультурой. Я тебя не заставляю, там, не знаю, какие-то свершениями, свершениями работать, не знаю, в олимпийскую команду стремиться. Просто, чтобы ты три раза в неделю ходил на какие-то занятия. Чтобы у тебя была какая-то, не знаю, командная игра, не знаю, тот же самый, с хвалазами ходи там, если что-то индивидуальные. В джим пойди. Чтобы это было стабильно, чтобы ты себе выработаешь привычку ходить. Заниматься. Да. Ясно. Хорошо. Хорошо, тогда я жду дневник и жду результаты по математике. Договорились? Математик. Да, сейчас. Все, давай тогда. Все, давай, давайте. Все, до завтра. Пока. Да. Всегда, нет. Ну, вот такой он, Олежка, после каникул. Хотя, в принципе, в последние фразы он немножко себя реабилитировал, когда сказал, что входит в ритм и в режим. В принципе, что-то в этом есть. Считайте, с Россией три часа разницы. Плюс, как он говорит, что привык в последние дни спать до обеда, то тогда можно объяснить его внешний вид. В плане того, что не как после каникулы, а как после года беспрерывной работы. А так, в принципе, все хорошо, за отчетами слежу, преподаватели хвалят. Вот, вот, ICT хвалит экономика, хвалит математичку, им поменяли. Что-то у них случилось, математичка, которая была у них в прошлом году, в прошлом триместре. Что-то, ну, непонятно что, но, как говорится, скоро постижно ушла с работы. Вот, непонятно что случилось. И сейчас им преподает, вот как мы сейчас говорили, замдиректора школы. И Олегу очень нравится. И прям намного лучше у него манера преподавания, и подачи, и так далее. Так что, в принципе, это хорошо. Поэтому, в этом плане я во всем рад, а во всем рад. Что еще? О футболе, что я говорил. Олежка в пятницу играл в футбол с одними девочками. И я ему прям, как говорится, немного завидую. Просто вспоминаю, я уже рассказывал, когда я первый раз учился в университете, на экономическом факультете. На пятом курсе я был одним парнем в группе, и у меня было 18 девочек. И вот для меня это самый счастливый год в моей жизни. Это очень, я считаю, полезный был год в моей жизни. То есть, это год, когда, это среда, когда парень начинает просто по-другому себя вести. То есть, начиная следить за собой. То есть, я просто говорю о своем опыте. Я помню, я уже каждый раз, когда шел в университет, я смотрел, чисто ли я одет, не знаю, начищены ли у меня ботинки и так далее, и тому подобное. А что касается образования, так, не знаю, показаться глупым на глазах у 18 девочек, это для меня было вообще что-то из области недопустимого. То есть, я всегда был готов к этим занятиям, всегда все сдавал хорошо, и, наверное, последний год учил бы в университете, у меня был самым успешным в плане академическом. Поэтому, как мы говорили раньше, я надеюсь на Олежку это тоже возымеет влияние и положительное. И то, что входит играть в футбол с девочками, то есть, девочки его приглашают, ну, по крайней мере, может не приглашают, но, по крайней мере, разрешают с ними играть, это тоже хороший знак. И то, что он там на бадминтон ходит, не знаю, ходят там китайцы, не ходят. Главное, что бадминтон любит играть в девочки. И общение не прервется после занятий. Так что, это тоже меня очень радует. И действительно надеюсь, что в комплексе все, что с ним происходит сейчас в школе, поможет нам добиться того, о чем мы так долго, чему мы так долго идем. Поэтому всем спасибо, кто нас смотрит. Триместер у нас только начинается, все впереди. Как я уже много раз говорил, впереди у нас много еще приключений и достижений, я надеюсь. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до свидания.